Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Ты, Святая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 18 октябрь. Житие святого апостола и евангелиста Луки. Святой евангелист Лука родился в сирийском городе Антиохиме. Родители его не принадлежали к еврейскому племени, об этом свидетельствует чаще самое имя Лука, сокращенное из латинского слова «Лукант». Это имя находится в некоторых древних рукописях латинского перевода Евангелия от Луки. Пример такого сокращения имени можно видеть в имени Силы, которое сокращено от Силуана. А в особенности одно место из послания апостола Павла Колоссиным, где святой Павел ясно отделяет Луку от сущих от обрезания, то есть иудеев. Колоссиным 4.10 В своих писаниях Лука, однако, обнаруживает обстоятельное знакомство с законом Моисеем и иудейскими обычаями, поэтому можно думать, что Лука еще до обращения своего ко Христу уже принял иудейскую веру. Изысники, принимавшие иудейскую веру, назывались пришельцами врат, а кто из них вместе с верой иудейскую принимало обрезание, тот назывался пришельцем правды. Таковы были в первенствующей церкви вельможей ифиотской царице Кондакии, крещенной апостолом Филиппом. Таков был римский сотник Корнилий, был один из семи диканов Николая родом. Кроме того, на родине своей славившейся цветущим состоянием наук и искусств, Лука обогатил свою мразами научными сведениями. Из послания апостола Павла Колостина мы видим, что Лука изучил врачебное искусство. Предание же удостоверяет нас в том, что он был живописцем. Несомненно также, что он получил вообще хорошее образование, потому что греческий язык его писаний гораздо чище и правильнее, чем язык прочих новозаветних писателей. Когда слух о чудесах и учениях Господа Иисуса Христа распространился из Галилеи по всей Сирии и всем окрестным местам, тогда и Лука прибыл из Антиохии в Галилею, где Господь Иисус Христос начал сеять семена своего спасительного учения. Семена эти нашли для себя в сердце Луки добрую почву и принесли здесь стократный плод. Вскоре святой Лука был удостоен принятия в лик 70 апостолов Христовых и получил от Господа напутственные наставления, и власть творить чудеса стал ходить перед лицем Господа Иисуса Христа, проповедуя о наступлении Царствия Божия и уготовляя путь Христу Спасителю. В последние дни земной жизни Спасителя, когда с поражением пастыря рассеялись и овцы его стада, святой Лука находился в Иерусалиме, сетая и плача о своем Господе, приявшем вольное страдание. Вероятно, во время распятия его, в числе прочих, знавших Иисуса, стоял и Лука вдалеке и со скорби взирал на распятого. Но вскоре скорбь его обратилась в радость, ибо воскрешший Господь в самый день своего воскресения утешил Луку, удостоил его своего явления и беседы, о чем с особенной подробностью и живостью сообщает сам Лука в своем Евангелии. Скорбя о смерти своего Учителя и недоумевая относительно его воскресения, о котором ему сообщили жены Мироносицы, шел Лука с другим учеником Господа Клиопою из Иерусалима в Маус. И по дороге в это селение удостоился стать спутником того, кто есть путь, истина и жизнь. Оба ученика шли и разговаривали друг с другом, когда к ним приблизился сам Иисус и пошел с ними. Господь явился им по сказанию ангелиста Марка в ином образе, а не в том виде, в каком они знали его прежде. Кроме того, по особому устроению Божию, глаза их были удержаны. Так что они не могли узнать ивившегося Господа. Они подумали, что с ними идет один из богомойцев, ходивших на праздник Пасхи в Иерусалим. «О чем вы-то вы идя рассуждаете между собой, и отчего вы печальны?» Спросил их Господь. На это Клеопа сказал, «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» «О чем?» Спросил снова Иисус. «Что было с Иисусом Назарянином, — сказали они в ответ, — который был пророк сильных дел и слове перед Богом и всем народом, как предали опера священники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, — продолжали свою речь ученики, — что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба, и не нашли тела его, и пришедшие сказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда Господь сказал им, «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» Тогда Господь сказал им, «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» И начал от Моисея Христос Господь из всех пророков и изъяснил им сказанное о нем во всем Писании. Так беседуя с Господом, ученики незаметно приблизились к Эммаусу. И так как им приятно была беседа, а их спутник намеревался, по-видимому, идти далее, то они стали просить его остаться с ними. «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру», — говорили они ему. «И он вошел в селение и остановился с ними в одном доме, когда же он возлег с ними во время вечери, что взял со стола хлеб, благословил, преломил и подал им. Как только Господь совершил это, ученики точно же его узнали. По всему вероятелю, это действие Господь и прежде совершал перед учениками, а кроме того, они могли признать его по тем язвам от гвоздей, которые заметили они на его руках. Но в это время Господь стал невидим для них, и они сказали друг другу, «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге, когда изъяснял нам Писание?» Желаю поделиться своей радостью с другими учениками Господа. Лука и Клеопа тотчас же встали из-за вечери и отправились в Иерусалим. Там нашли они собранных в одном доме апостолов и других учеников, и, конечно, сейчас же возвестили им, что Христос воскрес, и что они видели Его и беседовали с Ним. Апостолы же со своей стороны утешили их, сказав, что Господь воскрес воистину и явился Симону. Затем Лука и Клеопа подробно рассказали апостолам обо всем происшедшем с ними на пути и о том, как они узнали Христа Господа в преломлении хлеба. Во время этого разговора внезапно среди апостолов явился Сам воскресший Господь, преподал им мир и успокоил их смущенные сердца. И для уверения же тех, которые думали, что видят перед собой только призрак своего умершего учителя, Господь показал язву от гвоздей на руках и ногах своих и вкусил пищи. Евангелист Лука здесь снова удостоился слышать от Господа разъяснение всего, что сказано о нем в Священном Писании Ветхого Завета и получил дар о разумении Писания. После Возрешения Господня Святой Лука пребывал некоторое время вместе с другими апостолами в Иерусалиме. Но потом, по свидетельству предания, отправился на свою родину в Антиохию, где уже было много христиан. По дороге туда он проходил с проповедью город Севастию, главный город Самарии, где находились нетленные мощи святого Иоанна Предпечья. Уходя из Севастии, Святой Лука хотел было взять их с собой на родину. Но тамошние христиане, усердно почитая Крестителя Господня, не позволили Луке взять святые мощи его. Тогда Святой Лука взял от них десную руку, под которой некогда преклонил главу свою Христос, приемляя крещение от Иоанна. С этим бесценным сокровищем Святой Лука прибыл на свою родину к великой радости антиохийских христиан. Отсюда удалился он только тогда, когда стал спутником и сотрудником святого апостола Павла, который, по сказаниям некоторых древних писателей, приходился ему даже родственникам. Это путешествие апостольское было с 52 по 55 год. Это произошло, впрочем, уже во время второго апостольского путешествия святого Павла. В это время святой Лука вместе с апостолом Павлом отправился на проповедь в Грецию и был оставлен им для утверждения устроения церкви в македонском городе Филиппо. Святой Лука с этого времени в течение нескольких лет трудился в деле распространения христианства в Македонии. Македония находилась к северу от Греции, между Иллирией, Фракией, Егейским морем и Гетом или Балканом. Некоторое время она составляла независимое государство, которое особенно возвысилось и прославилось при царе Александре Великом. Впрочем, оно так же быстро пало, как быстро и возвысилось. Ко времени апостолов Македония входила в состав Римской империи. Теперь она во власти турок. Когда же апостол Павел в конце третьего своего апостольского путешествия снова посетил Филиппы, Лука по его поручению и по избранию всех верующих ходил в Каринф для сбора милостыни в пользу бедных христиан Палестины. Собрав милостыни, святой Лука с апостолом Павлом отправился в Палестину, посещая по пути церкви, находившиеся на островах Архипелага по берегам Малой Азии, Финики и Иудеи. Когда апостол Павел был заключен под стражу в палестинском городе Кесарии, святой Лука оставался при нем. Не покинул он апостола Павла и тогда, когда тот отправлен был в Рим на суд в Кесаре. Он вместе с апостолом Павлом переносил все трудности путешествия по морю, подвергался опасности потерять даже жизнь. Прибыв в Рим, святой Лука также находился при апостоле Павле вместе с Марком, Аристархом и некоторыми другими спутниками апостола, проповедовал Христа в этой столице древнего мира. В Риме же святой Лука написал в своей Евангелии книгу «Деяния святых апостолов». В Евангелии он изобразил земную жизнь Господа нашего Иисуса Христа не только на основании того, что сам видел и слышал, но и принимая во внимание все то, что передали то бывшие сперва очевидцами и служителями слова. Святой апостол Павел руководил им в этом деле и потом одобрил написанное святым Лукой Евангелие. Точно так же и книга «Деяния апостольских» написана была, как говорит церковное предание, по повелению апостола Павла. После двухлетнего заключения в вузах римских апостол Павел получил свободу и, оставив Рим, посетил некоторые из основанных им прежде церквей. Святой Лука и в это время точно так же сопутствовал ему. В непродолжительном времени император Нерон возник в Риме лютое гонение против христиан. Апостол Павел в это время в другой раз прибыл в Рим, дабы своим словом и примером ободрить и поддержать гонимую церковь, если угодно будет Богу, разделить с верующими венец мученический. Он был взят язычниками и заключен в вузы. Святой Лука и теперь не изменил своему учителю, и одним только из всех сотрудников апостола находился при нем в это время, столь тяжкое, что апостол сравнивал себя с жертвой, обреченной на заклание. «Я уже становлюсь жертвой», — писал апостол Павел своему ученику Тимофею, «и время моего отшествия настало. Старайся прийти ко мне скорее». И Вадима составил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, крескент в Галатию, пид в Далматию, один Лука со мною. Очень вероятно, что Лука был свидетелем ему тенической кончины апостола Павла в Риме. По кончине апостола Павла святой Лука, как говорит церковное предание, благовестовал Христа в Италии, Далмации и Галии, а в особенности в Македонии, в которой он и прежде трудился несколько лет, а также и в соседней, с Македонией, Ахайи. Далмация — это южная часть Иллийской провинции, которая граничила на севере с Паннонией. Уже в глубокой старости апостол Лука предпринял путешествие в отдаленный Египет и перенес здесь много трудов и огорчений ради славы святого имени Иисусова. Он пришел в Египет, пройдя предварительно всю Лирию. Из Египти в Ефаиве многих обратил ко Христу. В городе Александрии он рукоположил во епископа некоего Лавилия на место Аняна, рукоположенного евангелиста Марком, проходившего свое служение 22 года. Возвратившись в Грецию, он снова устроил здесь преимущественно в области Биотии, церкви, рукополагал священников и диаконов, исцелял болящих телесно и душевно. Подобно своему другу и руководителю, апостолу Павлу, святой Лука подвигом добрым подвязался, течение свое совершил и веру сохранил. Скончался он 84 лет от роду в Ахае, мученической смерти, именно будучи повешенным за отсутствие креста на оливковом дереве, как свидетельствует Григорию Богослову в первом условии на императора Ильяна. Честное тело его было погребено в Сиевах, в главном городе Биотии, где его святые мощи, подававшие множество исцелений, пребывали до второй половины IV века, а потом были перенесены в столицу Восточной империи Константинопон. Биотия – это провинция внутренней Греции. О местонахождении мощей святого апостола Луки стало известно в IV веке по тем исцелениям, какие здесь совершались. Особенно много исцелений совершалось здесь над страдавшими глазной болезнью. Сын равного апостола Константина Великого, император Констанции, узнал от одного ахайского епископа, что тело святого Луки почивает в Сивах, послал правителя Египта Артемия перенести мощи святого Луки в столицу, и тот с великим торжеством совершил сие перенесение. Во время перенесения святых мощей Луки с берега моря в храм совершилось такое чудо. Некто Анатолий Евнух из царских постельничьих был болен неизлечимой болезнью. Он многое стратил денег на врачей, но исцеление получить не мог. И теперь с верой в чудодейственную силу честных мощей апостола Луки стал молить святого об исцелении. При тем он подошел к честной раке святого, и сколько у него было сил, помогал нести ее. И что же? Болезнь оставила его, как только он прошел так несколько шагов. После этого он с радостью нес честную раку до храма святых апостолов, где мощи святого Луки были положены под присполом вместе с мощами святых апостолов Андрея и Тимофея. Здесь святые мощи были источником чудес, и с особенной любовью были чествуемы православными христианами. Древние церковные писатели сообщают, что святой Лука, удовлетворяя благосестивому желанию первенствующих христиан, первый написал красками образ Пресвятой Богородицы, держащий на руках своих предвечного младенца, Господа нашего Иисуса Христа, а потом написала иные две иконы Пресвятой Богородицы и принес их на благоусмотрение Богоматери. Она же, рассмотрев эти иконы, сказала, «Благодать родившегося от меня и моя милость сими иконами добудет». Святой Лукан написал также на досках и изображение святых первогорховных апостолов Петра и Павла, и с ним положил начало доброму и досточестному делу «Писание святых икон во славу Божией, Богоматери и всех святых, на украшение святых церквей и на спасение верующих, благочестно почитающихся и святые иконы. Аминь». Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok